Скачер на 2 мГц, 1 микросекундная клетка. Вот, напряжение 14 вольт, потребление 0,6 ампер. Продолжение следует... Сама камера приблизилась... Между базой и митером сопротивление 550 Ом. В базу идет 7 кОм, 2 кОм последовательно с 5 кОм. И еще между базой и митером стоит диод. И N5, 1 N5, 8 как-то там. Забыл, в общем, шутки делать. Посмотрим. 5, 8, 1, 9. Вот тут еще в заземлении лампочка горит. Вот такой трансформаторчик. Параллельно ему резистор 550 Ом и светодиод. Вот такой диод подключен. Тут где-то белая черточка, она идет на базу. Эти диоды, это белая черточка. Он что делает? Он увеличивает потребление, во-первых, и увеличивает мощность. То есть я смотрел на стилографию, когда тут поставлено вот это, тогда синус становится такой более на синус похожий. Вот этот качерой идет на развязывающий трансформатор. Потом минус идет через еще вот такой развязывающий и идет на минус. А плюс идет прямо на плюс. И вот тут еще плюс тоже идет от этого, полка питания через развязывающий, вот эту дровь. земля. Земля немножко чувствует дуб на метере, понижает. И яркость немножко ухудшается землей почему-то. Вот какая земля у меня. И вот тут вот эта земля все-таки. провод. Это земля. Это земля. И идет на утопление. И вот там. И вот там. трансформатор. Традистр. Такой. Сейчас скажу. Д 7. Д 7. Д 7. 8. 0. Или Д 7. 1. 8. 0 это не надо считать. В общем, 10 МГц, 8 Ампер, 120 Вольт, а теперь отсоединю антену. Частота качера становится почти 3 МГц, 2,9 где-то. Вот в одну клетку влазит почти 3 верхушки, то есть не верхушки, а 4 верхушки, а так вот верхушки до верхушки. Тут зазора не надо большого делать, это ухудшает КПД. Если напряжение высокое, тогда будет раскачиваться до больших реактивных токов, чтобы не так мешал этот индуктор, тогда можно зазоры увеличить. Когда напряжение тут малое, мощность небольшая, тогда большой не нужен. вот столько добра у меня. Вот так вот. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...